Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео по многочисленным заявкам наших зрителей мы выясним, какой флагман лучше Samsung Galaxy S9 или iPhone XS. Современные смартфоны, а тем более флагманские модели, это качественные, многофункциональные и производительные устройства, способные справиться с большинством задач, начиная со звонков и отправки смс, а заканчивая установкой тяжелых приложений или запуском требовательных игр. Но у ряда покупателей может возникнуть резонный вопрос, какой из флагманов стоит выбрать Galaxy S9 или iPhone XS. И однозначного ответа нет у каждого свои предпочтения и требования к мобильному телефону. Давайте будем разбираться. Итак, первый вопрос нашего видоса. Основные отличия между Samsung и iPhone. В первую очередь, необходимо смотреть на отличительные особенности и преимущества каждого из устройств. Итак, преимущества у Galaxy S9 следующие. Записываем. Первое. Свободная операционная система и возможность полной кастомизации устройства. Это точно. Второе. Впечатляющие технические характеристики на голову превосходящие iPhone. Это и есть такое дело. Третье. Использование стандартных разъемов для зарядного устройства и подключения наушников. Поэтому аксессуары для Samsung дешевле, нежели для iPhone. Четвертое. Демократичный ценник. S9 стоит в разы дешевле флагмана от компании Apple. Ну, как-то так. Пятое. Возможность установки приложений и игр со сторонних источников, а не только с Google Play. Это преимущество очень хорошее. Шестое. Яркий AMOLED дисплей с разрешением Quad HD. Хорошо. Ну, и седьмое. Это синхронизация с компьютером без установки дополнительных программ. Это тоже хорошая вещь. Ну, а теперь давайте рассмотрим недостатки Samsung. Итак, первое. К стандартному интерфейсу смартфона нужно привыкнуть. Некоторые вещи сделаны совсем не интуитивно. Второе. Оптимизация приложений под Android несколько хромает. Здесь надо немножко поработать над этим вопросом. Полюбе. Ну, и третье. В разных регионах продажи смартфоны линейки Galaxy различаются по производительности. В России и ряде других стран продается менее производительная и качественная версия. Соответственно, там могут поиграться процессорами, качеством или маркой памяти и так далее. Так что есть нюансы. Полюбе. Двигаемся дальше. Давайте попотрошим немножко наш iPhone. Итак, преимущества iPhone XS. Первое. Защищенная операционная система, что достигается ее полной закрытостью. Это точно. Внутрь уже не залезешь. Второе. Превосходная оптимизация программ. Производителям устройств на Android есть чем поучиться. Третье. На iPhone несколько дольше выходят обновления от производителя. Ну, как-то так. Четвертое. Камера. В данном параметре iPhone конкуренты не могут обойти. Особенно в качестве стабилизации видео. Да, там камера шикарно работает. Ну, и пятое. Интуитивно понятный интерфейс. Разработанный так, чтобы с ним мог разобраться полный новичок смартфона. Так что это точно. Ну, а теперь про недостатки. А недостатки iPhone все-таки имеются. Итак, первое. Это мега-завышенная стоимость. Второе. Отсутствие штатной возможности установки приложений со сторонних источников. Такой большой недостаток. Это точно. Следующее. Третье. Проприетарные или собственные разъемы для подключения аксессуаров. Фирменная гарнитура и зарядное устройство стоят довольно-таки дорого. Ну, и четвертое. Синхронизировать iPhone с компьютером можно лишь через iTunes. Ну, вот как-то так. Ну, а теперь давайте рассмотрим довольно-таки интересный вопрос. Кому нужно посоветовать iPhone XS? Итак, iPhone XS придется по вкусу пользователям, желающим приобрести смартфон. Включить его и сразу начать пользоваться. В этом плане даже старенький iPhone обойдет современным телефоном. Обойдет современный телефон под Android. Никакими дополнительными настройками, за исключением активации. Ну, в принципе, на Samsung тоже есть необходимо пройти активацию. А пользователю iPhone заниматься не придется. Все практически идеально работает из коробки. Но и важное замечание от нашего канала. Все-таки iPhone это статусная вещь для некоторых стран. Ну, а теперь давайте рассмотрим, кому можно посоветовать Galaxy S9. Samsung, как и другие смартфоны под управлением Android, устройство для людей, желающих постоянно пробовать что-то новое. Хоть стандартный интерфейс может вызвать определенные вопросы, но его всегда можно сменить. Пользователям, любящим постоянно что-то ковырять в своем смартфоне, S9 подойдет идеально. В нем можно сменить практически все. На наших стримах на канале Компьютерной Академии мы часто очень обсуждаем разницу между Android и iPhone. Так что здесь разница все-таки большая. И она чувствуется. Полюбая. Ну и по окончанию нашего видоса давайте подведем общую черту. Итак, в первую очередь, смартфон стоит выбирать исключительно из собственных предпочтений. И далеко не всегда нужно гоняться именно за флагманами. В средней и даже низкой ценовой категории есть множество устройств, способных удовлетворить почти любые потребности и требования заказчика. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.